Привет, дорогой! Если ты играешь в страйкбол, то прекрасно знаешь, как нормисы относятся к нашему хобби. По их мнению, это игра для детей, а мы никак не можем перерасти свое увлечение. Ну да, ну да, конечно, естественно, да, игра для детей, а вот игра для настоящего мужика, это пинать мячик по полю. Точнее, пинать группой мужиков мячик по полю. Вот это настоящая мужицкая игра. Сразу чувствуется вот этот самый гигачат, который просто носится по траве и пинает шарик. Вот это настоящая игра для мужика, а вот страйкбольщик это для детей. Конечно, да, так оно и есть, разумеется. В плане осуждения не отстают и владельцы огнестрела. Ну да, мужик, ты купил себе бумпалку и теперь стреляешь по картону. Мы с тобой на принципиально разных уровнях. И это все при том, что большинство современных владельцев огнестрела буквально выросли из страйкбола. То есть ты играл в одно и то же со мной хобби, а теперь осуждаешь тех, кто играет в страйкбол. Охрененная позиция, мне нравится. Во, класс просто. Но меня что-то заносит. Ролик называется «Почему я ушел из страйкбола». И здесь я должен сразу перед тобой извиниться. Да, ты попался на кликбейт. Из страйкбола, в общем-то, я никуда не уходил. А в этом ролике я расскажу тебе весь свой путь, как я начал заниматься страйкболом и к чему это все привело. Ролик для твоего удобства будет поделен на главы, которые, ну, я сам придумал, чтобы отмечать какие-то этапы своего страйкбольного пути. Кстати, братишка, я тебя на секунду отвлеку. Воткни лайк по-братски. Это помогает продвижению ролику. И мне очень приятно, когда ты ставишь класс. Особенно, когда ты делаешь это во время просмотра. Там вот эти алгоритмы Ютуба, они что-то смекают и начинают лучше продвигать мой ролик. А чем больше людей смотрят ролики, тем чаще я их делаю. Так что просто поставь лайк и давай поехали дальше. Давай начнем сначала. Во сколько лет ты узнал о страйкболе? Я узнал 18. Да, вот такой я отсталый слоупок. И до 18 лет ничего об этом хобби я вообще не знал. Несмотря даже на то, что оно уже ни один и ни два года существовало на просторах нашей великой и необъятной. К 2008 году, когда я сам влился в страйкбол, он уже давно существовал как в Питере, так и в других городах России. Успели сформироваться крепкие команды. Люди уже моделировали определенные подразделения и отлично шарили за эту игру. Было открыто достаточно много магазинов по всей России. И хобби потихонечку развивалось. Однако не носило настолько массовый характер, как сейчас. Каждый страйкбольный магазин был большим местечковым. То есть если в Питере есть какой-то страйкбольный магаз, то его не было в других регионах. В каждом регионе был свой страйкбольный магазин, который таскал те привода, которые сам хочет. А следовательно выбор был, ну прям скажем, никакой. Если сравнивать с тем, что мы имеем сейчас, то тогда ты приходишь, пять приводов висит, отлично, прекрасно, пять калашей, выбирай любой. И вот в этом прекрасном 2008 году, когда страйкбол был еще маленькой личинкой, я ходил по забросам. Ролик об этом можешь посмотреть по подсказке. И в один из таких разов, когда мы с друзьями пошли смотреть очередной заброс, это было Ольгина, там есть недостроенная военная часть, один из моих знакомых притащил страйкбольный привод. Я, естественно, вообще ничего об этом не знал. Я знал, что такое пневматика, знал, что такое огнестрел. И с того, и с того стрелял. Даже луки, арбалеты прекрасно понимал, что такое. А вот страйкбол для меня было что-то принципиально новое. Я знал, что такое вот детские игрушки, стреляющие пластиковыми шариками. Но на этом мои познания в мягкой пневматике заканчивались. Разумеется, я задал вопрос, что это такое? На что мне было отвечено. Привод, привод, привод. Что? Привод есть у Аки, привод есть у Жигулей, у BMW задний привод, как и у ее владельцев. А почему вот эта палка, да, вот G36 называется приводом, я не мог понять. Мне, естественно, объяснили, что привод, потому что там мотор. И поэтому привод, гирбокс, вот этот самый. И я совру тебе, если скажу, что меня это абсолютно не заинтересовало. Нет, черт возьми, мне стало охренеть, как интересно. Потому что это буквально полная копия боевого оружия, только которое можно просто пойти и купить. Да к тому же еще и стреляющие очередями. Вау, ни пневматика, ни детские игрушки, стреляющие шариками, так не умели. Это был уже совершенно другой уровень. И я напомню тебе, что в 2008 году мне было 18 лет. И да, я вот заинтересовался страйкболом 18 лет. Ни хрена себе, люди в этом возрасте уже огнестрелы себе покупают. И я такой, ох, страйкбольчик. В тот день мне было абсолютно похрен на заброс, абсолютно посрать. Интересно, конечно, но пофиг. Я просто хотел держать в руках эту страйкбольную пушку G36C. Я не помню, по-моему, от Classic Army, а может и нет. И просто вот держать и, не знаю, даже не стрелять, просто держать. Настолько она меня впечатлила. Мы пофоткались с этой пушкой. Чуть-чуть даже постреляли. И я еще больше убедился в том, что да, я хочу себе страйкбольную пушку. Причем на тот момент я не рассматривал игру в страйкбол как вот дальнейший мой путь. Я рассматривал именно просто покупку страйкбольного оружия. Мне даже не особо было интересно вливаться в страйкбол. Просто я вот хотел такую пушку себе. Братишка, браток, уже скоро Новый год. А ты купил своим корешам и родственникам подарки? Нет? Я так и думал. Тупой вопрос, да? Я знал, что ты ничего не купил. Поэтому я дам тебе совет, что же подарить своим друзяшкам на Новый год. Компания Корпус Вышивания. Ребята производят охренительные кепочки, как та, что сейчас на мне. Шапки, патчи, шмотки, бафы и вообще бесконечное количество всего. Это недорогой, но очень крутой подарок для твоих друзей, родственников. Да и, господи, для самого себя. Купи, наконец-то, сам себе какой-нибудь подарок. Купи себе прекрасный патчик от Корпуса Вышивания. Например, вот такой. Нет, просто посмотри на него. Он же просто прекрасен. Это Синт Вейв патчик. Вапор Вейв патчик. Ссылка на Корпус Вышивания будет в описании к этому ролику. Самый первый будет. Вот ссылочка в описании. Обязательно перейди и купи подарочки. Хотя бы для себя любимого. На тот момент нормальной, как таковой, работы у меня не было. Я работал в магазине компакт-дисков и продавал компьютерные игры таким же геймерам, как и я. И, знаете, я там отработал один месяц конкретно в этой компании. И за него получил 8 тысяч рублей, да. Половину с меня списали со штрафов. Половину мне сказали, ты работал первый месяц и не в жопу. Так что на нормальный привод, как ты понимаешь, мне, разумеется, не хватало. Да, ценники раньше были не такие, как сейчас. И за 10 тысяч можно было спокойно себе купить Токио Маруй. Ту же G36 только от Токио Маруя. Но, извините, у меня не было 10 тысяч рублей и еще пару тысяч я потратил на еду и на всякие нужности, типа проезда. Поэтому к тому моменту, как я добрался до страйкбольного магазина, у меня в кармане лежало 5500 и на этом все. Сейчас, конечно, смешно. Что можно вообще купить на 5500? Ничего. На 5500 можно купить себе сухарики и водичку, чтобы их запить. Но тогда на 5 тысяч можно спокойно было себе купить привод. 6 тысяч стоило ЦИМа. Калаш. А за 5500 я купился MP5K. От Galaxy, по-моему. Да, точно от Galaxy. Со мной на тот момент в магазине был мой кореш, у него деньги водились и он купился G36C. И, господи, как я ему завидовал тогда. Типа, почему ты покупаешь мою мечту? Просто дай мне денег, чтобы я ее купил. И МП5 мне, конечно, нравилась, но она не шла ни в какое сравнение с G36C. Если вы задумываетесь о том, чтобы вливаться в страйкбол, что-то там моделировать, сразу планируете что-то покупать. Я тогда ничего не планировал. Покупал то, на что мне хватало денег. И вот денег хватало на МП5, поэтому она и была куплена. А еще сразу был докуплен пакет шаров, а вот очки никто из нас покупать не стал. Зачем? Можно пойти купить в строй магию. Идея замечательная, не правда ли? Просто 10 из 10 гениев. И вот здесь стала работать какая-то магия страйкбола. Изначально ни я, ни мой друг не собирались играть в страйкбол. Мы просто продолжили ходить по забросам. Но, понимаете, когда у двух человек есть страйкбольный привод и нет очков, что они делают? Покупают очки? Нет, они начинают стрелять друг в друга без очков. Естественно, после пары таких перестрелок я чуть не выбил другу глаз. Хорошо, попал по нижнему веку и все с ним было в порядке. Но тут мы сразу поняли, надо купить очки. Вот это просто сразу пойти купить очки. Мы пошли в строй маг и купили очки. Но это были не лучшие очки, но мы проверили. Мы реально проверили. Они держали выстрел из наших приводов, а большего нам было и не нужно. Все зашибей. И после пары походов на запросы с приводами мы внезапно доросли до того, что а давай-ка съездим на игру. Реально на эту страйкбольную игру. На каких серьезных проектах тогда речи не шло. Мы вообще не знали, где эти самые страйкболисты собираются. Кто вы такие? Где вы обитаете? Без понятия. Но наши друзья, которые вместе с нами ходили на забросы, как оказалось, играли в этот самый страйкбольчик и прекрасно знали, где проводились игры. Был такой полигон тогда, Ламо-2. Просто посреди города стоит недострой и там собираются страйкболеры и педулиться, что есть силы. И естественно, мы подписались в один из таких дней поехать вместе с ними. Это была зима. Минус 20. Стоковый привод MP5 с металлогидридным аккумулятором на 7,4 вольта. Ты прекрасно понимаешь, что произошло. После буквально где-то 10 минут этот привод сел. Но к этому моменту я, господи, я втянулся. То есть, меня так поразило все, что там происходит. То есть, это война настоящая. Люди стреляют туда-сюда. И мне понравилось. И несмотря на то, что мой привод сел, я нашел чем заняться. Я бегал и таскал флаг. Под огнем просто метался и таскал флаг. И мне это было невероятно интересно. Ту игру мы выиграли. Как раз таки потому, что пока все стрелялись, я просто таскал флаги туда-сюда. И по очкам мы победили. И в этот момент я для себя твердо решил. Господи, я буду этим заниматься. Я хочу играть в страйкбол. На следующую игру я приехал уже через неделю на тот же самый полигон. В такую же температуру. У меня привод сел так же быстро. И тогда мне повезло больше. Потому что мне стрельнули привод. Дали поиграть с чужим приводом, который стрелял нормально. И тогда я прочувствовал, что такое играть с страйкбол. Не только таская флаги без оружия. Но уже играть с нормальным приводом. И к этому моменту мне стало понятно, что мой привод буквально не вытягивает ничего. Потому что даже когда он стрелял, он стрелял вот так. И шарики ни до кого нормально не долетали. Тогда стоковые привода в 2008 были не такими, как сейчас. Это сейчас можно взять привод из коробки и идти играть. Все зашибись. А раньше была какая техника? Ты покупаешь привод, и он ни на что не годится, пока ты его не протюнишь. Были, конечно, исключения. Опять же, тот Tokyo Marui. Но у меня не было Tokyo Marui. Поэтому мне приходилось страдать. За эти две короткие игры я успел познакомиться со многими интересными людьми. Страйкбол это не просто вот игра друзей, как говорят. Это действительно полезные знакомства, которые помогают тебе. Я видел стича на своей первой страйкбольной игре. Тот, который стичнофер. Возможно, ты на него даже подписан в Инсте или на Ютубе. И посмотрев на людей, которые бегают в полной снаряге, пока я бегаю непонятно в чем. У меня были непонятные штанцы, какая-то куртка в камуфляже и кепка. И это было все мое снаряжение. И я понял то, что, а мне тоже нужно это самое снаряжение. И знаете, я на тот момент покупал снаряжение не потому, что как бы мне нужно куда-то класть гранаты, магазины. Нет, я хотел его потому, что оно просто очень красивое. И люди в этом самом снаряжении смотрелись красивее, чем я. Если вы себя узнали, то зашибись, потому что это нормальная тема, особенно когда вы входите в новое хобби и ничего в нем еще не понимаете. Разумеется, после такого в кратчайшие сроки была закуплена снаряга. И моим первым камуфляжем был оккупат. Причем, что самое интересное, я купил сразу оригинал. То есть, знаете, где-то на подкорке отложилось, что нельзя покупать всякие бич-говну пакеты. Надо сразу покупать нормальную снарягу. Я купил себе китель и штаны в оккупате. И да, достаточно быстро я узнал, что этот камуфляж называется не оккупатом. Но мне как-то посрать. Я как называл его оккупатом, так и буду называть его оккупатом. Просто потому, что так привык. После кителя и штанов настала очередь разгрузки. Я себе купил самую кринжовую, но на тот момент она мне даже нравилась. Разумеется, в самих подсумках ничего кроме пустоты не было. Я набивал туда чего-то для просто объема. И все. Господи, я играл с самым тупым стрейкбольным приводом, который даже по зиме не стрелял. И с бункерным магазином. Думаешь, мне нужны были подсумки? Думаешь, у меня вообще было что туда засовывать? Напомню, что на тот момент у меня практически не было денег. И докупать что-то быстро для своего хобби я просто не мог. А докупать какую-то крутую снарягу не мог вдвойне. Да и не понимал, зачем она вообще нужна и чем различается. Следующим важным шагом стала покупка нового привода. И с этим связана интересная история. Меня в то время начали призывать в армию. И родители решили, что я должен сдать на права. А от военкомата была школа ДСААФ, которая на эти самые права учила за меньшее количество денег. И родители выдали мне 8 тысяч рублей, чтобы я пошел и отучился на права. Я пришел в эту школу ДСААФ, сказал, хочу учиться. А мне сказали, пошел в жопу. Я не помню уже точную причину, почему мне отказали. Помню лишь то, что мне отказали. И вот я стою на улице, в центре города. У меня на руках 8 косых. Как бы надо просто ехать домой, отдать их родителям и сказать, меня нахер послали. А знаете, что я сделал? Я пошел в Терру. Это такой стройбольный магазин был в Питере. И купил себе новый привод. М4А1. Да, однозначно. Но на тот момент мне казалось это нормальным решением, таким вполне хорошим. В моей голове это складывалось так. Я сейчас быстренько на работе. Заработаю эти 8 косых и отдам родителям. И, собственно, никто не узнает, что я потратил 8 косых на новый привод. А узнали. Узнали, деньги пришлось вернуть. Но у меня был новый привод на руках. И меня уже мало что волновало. Он был прекрасен. По сравнению с моей предыдущей МП-5. Но виночка мне не только нравилась визуально, но она еще и стреляла во много раз лучше. И именно вот с этого привода началась моя любовь к AR-15. Потому что этот привод со мной был достаточно долго, на протяжении пары лет. И я с ним отыграл огромное количество прекрасных игр и был полностью доволен. Со временем даже докупал какие-то тюняшки, прицел, планочку, еще что-то. Мне это дико нравилось. В 2019 году я уже не выглядел как тотальный дрищ. На данный момент меня бы назвали все равно дрищом. Но на тот момент я был уже практически реконом. Шучу, конечно. Но годным покемоном я точно являлся. У меня была нормальная снаряга. У меня была разгрузочная платформа. Была эмочка. Естественно, все еще с бункерным магазином про механы. Я тогда все еще, если и знал, то игнорировал. Точно не помню. И к лету 2019 я раздуплился на то, чтобы не только ездить на воскрески, но и съездить на по-настоящему серьезный проект. Ну, по крайней мере, для меня тогдашнего. Это был Сталкер. Сталкер Чистое Небо. Там были взносы, там был сюжет, там был необходим антураж. И очень мне повезло, что мой вот этот кит-оккупата подходил под этот самый Сталкер. И как раз-таки фракция Чистое Небо играла именно в оккупате. Разумеется, если посмотреть современные игры поэта, на которые он ездит, то тогдашний Сталкер не имел ничего общего с тем Сталкером, который сейчас. Тот антураж, который предполагался тогда, это вот примерно вот так. Сейчас Сталкер действительно бывает красивым. Тогда это была помойка. Но на тот момент мне казалось это вершиной антуража. Все были красиво одеты. У всех был подготовлен кит. Все готовились к игре. На игре строились укрепления. И сама игра принесла мне просто невероятное удовольствие. Она проходила несколько суток. Мы спали на полигоне. Для меня это был потрясающий, просто невероятный и новый экспириенс. И опять-таки, с каждой страйкбольной игрой я ознакомился с новыми людьми. И на Сталкере я познакомился с человеком, с которым дружу до сих пор. Это Феликс. Если смотришь это, привет. Феликс смог утянуть меня в такие дебри страйкбола, на которые я изначально и не засматривался. С этого момента я уже перестал просто играть в страйкбол и просто вот собирать рандомный кит. Феликс посвятил меня в то, что существует, знаете, рекон. Существует вот определенный кит, определенный сет, когда ты выглядишь не просто как обоссанный бомжара, а когда ты выглядишь как настоящий боец. И меня это действительно заинтересовало, потому что эта снаряга выглядела интересной, снаряга выглядела круто. И к этому моменту я уже начал понимать то, что разгрузка это не просто красивая штука, которая на тебе надета для фоточек. А это действительно полезная вещь, куда можно напихать дополнительное снаряжение. К 2010 году у меня оказалось два друга-наставника, которые со страйкболом были знакомы не понаслышке. Это Михаил, который на тот момент был страйкбольным мастером, и Феликс, который на тот момент был заядлым игроком. И здесь получается некий диссонанс. Один человек топил за пиндосов и реконструкцию пиндосов, а другой топил за реконструкцию России. И как вы понимаете, учитывая, что дружил я с ними обоими, я метался между двумя лагерями, что мне реконить. И этот период страйкбольной жизни стал для меня очень странным. Я мог на протяжении одного года усиленно собирать кит на Россию на спецназ, а потом все продать и собирать кит на пиндосов. И так продолжалось пару лет. То есть я буквально собирал один кит, полностью собирал, все было хорошо, потом полностью все это продавал, собирал абсолютно другой кит с абсолютно другим оружием. Деньги у меня на это находились, потому что к тому моменту я уже нормально работал, и потому что я продавал абсолютно всю снарягу и покупал другую. То есть, образно говоря, менял шило на мыло. Важно сказать, что ни один кит я не собирал до конца, и они всегда выглядели немножко всрато. То есть вроде бы шлем оригинал, броник оригинал, вроде бы все хорошо. Но все не до конца, все недоделанное, потому что я не мог ни с чем определиться. Все это время я ездил только на воскреске, а на серьезные проекты забил, потому что они требовали множество времени и сил, которых у меня на тот момент вообще не было. Но уже через пару лет, к 2011-12 году, я полностью определился с тем, что я хочу делать. То, что я хочу реконить российский спецназ. И даже понял образ, который я хочу собирать. Это образ собра. Но даже понимая, что я хочу реконить, как я хочу реконить и какая снаряга нужна, а в процессе я множество раз ее менял и трансформировал. Покупал ЗШ-1, потом менял на ЗШ-1-2. Но кое-что с тех времен у меня осталось. Горка, в которой я сейчас сижу, это та самая горка, которая на фотках 2012 года. И это очень забавно. Она до сих пор жива и до сих пор в отличном состоянии. И это, пожалуй, единственное, что с тех пор я так и не продал. Потому что это горка, зачем ее продавать? Шло время, я больше вливался в тему моделирования, больше познавал в страйкболе. И я уже не считался новичком. Я уже считался, образно говоря, опытным страйкболистом с большим стажем. К тому моменту я стал не просто ездить на воскреске Вольгина. Я стал организовывать игры Вольгина. И, господи, это было прекрасное время, потому что те игры, которые я организовывал, они были великолепны. Все были довольны, все хотели еще. И каждый раз, когда я приезжал, я организовывал игру. Тогда вообще забавная тема была. Кто раньше всех в ВКонтакте создал тему с тем, какая игра будет в воскресенье, тот и организатор. И тогда этим занимался я. Мне это нравилось, мне нравилось придумывать тот сценарий, по которому я сам хочу играть, и участвовать в этой игре. Здесь надо, разумеется, рассказать про свои привода, которые у меня были в то время. Где-то в промежутке между вот всем этим реконом я внезапно купил себе болтовку, она у меня сломалась, и я понял, что снайпером мне в страйкболе не быть никогда. Хотя она мне нравилась, она была прикольная и красивая, стреляла, правда, парашно. Но это окей, спишем это на то, что я просто пробовал что-то новое. Поскольку я стал реконить Россию, то мне, разумеется, нужен был калаш. Я люблю калаши, хорошее оружие, но в страйкболе я его ненавижу. Страйкбольный калаш это худшее, что может вообще тебе предложить страйкбольный рынок. И что раньше я придерживался такого мнения, что сейчас. Да, калаши в страйкболе наиболее надежное оружие. В свое время, вот в 2011-2012 годах, LCT занимала просто лидирующие позиции на рынке. Цима считалась вещью для лоха. То есть, если у тебя Цима, ты лох, ты чернь, ты червь, ты никто. А вот если у тебя LCT, то ты боярин, настоящий царь и бог. Тебе хватило денег на LCT, тут настоящий стальной бодик. Это было невероятно. Естественно, у меня был LCT, как же иначе? У меня никогда не было страйкбольного калаша от Цимы. Серьезно, я никогда не покупал страйкбольный калаш от Цимы. Я люблю надежное. Знаете, вот если вот надежно, значит это хорошо. Поэтому вот сразу LCT. И, разумеется, сразу в тюняшке. Разумеется, хайторки, там вот эти поршни, моршни, весь тюнинг фарш. Поскольку Миша был страйкбольным мастером, то весь этот тюнинг он мне порекомендовал, он мне и поставил. И привод на 150 сходу, чтобы противников можно было буквально заливать на пол полигона. Тогда вообще была эра 150. То есть считалось вот вершиной страйкбола это вот 150. Если ты хочешь быть не просто лохом, а хочешь быть экспертом, у тебя на приводе должно быть 150. Никто не знал, зачем эти 150, но все хотели 150. А 150 на стоковом приводе выжать в те времена было невозможно. Нужно было менять гербокс на алюминиевый шестер. Это все надо было менять. Правда тогда это стоило намного дешевле, чем сейчас. Полный набор с шестернями и фрезерованным гербоксом стоил 25 тысяч рублей. Это прям нормальная цена за то, чтобы поставить себе мощный тюнг. Правда я в итоге плюсов 150 не оценил. Да, шар летел далеко, но в зданиях играть нельзя. Да и не так далеко, как бы хотелось. А стоило по тем временам это дорого. Ну то есть привод стоил где-то 1012, а вот тюнинг 25 сверху, вынь да положь. Ну сомнительное предприятие, я считаю. Да и вообще к тому времени я понял то, что самое важное в страйкболе, это не внутренний тюнг. И так стреляет нормально, это внешний тюнинг. Поскольку мы реконили, то штатный калаш, вот просто стоковый, он же не подходил. Нужно было что-то делать с ним, ставить всякие планочки. Мы смотрели на фотки сотрудников и старались повторить их лук. Но если сейчас можно пойти и купить себе практически любой обвес на привод, ты просто идешь в Airsoft Rus и все покупаешь, тогда этого не было. У тебя не было вообще такой возможности и такой опции. Ты хочешь поставить себе на калаш трубу с телескопическим прикладом? Нет, такого не продается, такого никто не делает. Dice появился немножко позднее. А к тому моменту, как он появился, он все равно стоил космос. Знаете, что мы делали? Мы брали рамочный приклад, Миша его отпиливал болгаркой и приваривал к нему, собственно говоря, переходник, в который вкручивалась труба приклада. Или еще лучше, просто бралась труба подходящего диаметра и приваривалась на спиленный рамочный приклад. И сюда ставился приклад. Зашибись. Колхоз? Конечно колхоз. Зато работало, а больше и ничего не надо было. Остальной тюнинг покупался по такому же принципу. Такое цевьё на АК можно найти, отлично. Покупаем и ставим. Главное, чтобы было дешево и выглядело тактикульно. К тому моменту я уже, конечно, начал познавать азы, что удобно, что неудобно. Оценивать, какой тюнинг мне нравится, а какой нет. Но нормально разбираться в нем я еще не начал. То есть это все делалось по логике того, что вот так выглядит у спецназа, давай я сделаю так же и посмотрю, насколько это будет мне удобно, и оценю, почему так сделано. И это правда работало, это помогало набираться необходимого опыта. А еще к тому моменту, как я стал реконить, я открыл для себя механы. И это достаточно смешно, потому что я вот до этого момента играл в страйкбол исключительно с бункерами. Такой вообще бункер, нормально, зачем эти механы, кому нужны? Вот это подкрутил и все зашибись. И внезапно такой бункер для лохов, механы для пацанов. И с того момента я бункер не использовал ни разу в жизни, вообще. Все. Вот 2012 год, это все. Больше никаких бункеров я не видел, только механы. Море механ. И здесь как раз-таки разгрузочные платформы заиграли новыми красками, потому что у меня по всем подсумкам были распиханы механы и гранаты. Реконить и модулировать я, естественно, начал не один. Я вступил в команду Миши, которая называлась ОСН Адельвейс, где помимо меня еще было достаточно много людей. Разной степени собранности. Кто-то уже был полностью собран, а кто-то был, ну, типа, привод купил, привет. И где-то в этом месте произошел переломный момент, который абсолютно все изменил. Организовывая воскрески, я очень сильно втянулся. Мне понравилось быть организатором. И я захотел делать более серьезные и сложные проекты. И для этого мне нужен был свой полигон, где я бы мог отстраивать, как хочу, звать того, кого хочу. Мы стали искать этот самый полигон, ходить на забросы, изучать, можно ли здесь творить, что мы хотим. Разумеется, было нельзя. Но здесь, как бог из машины, ко мне спустилось благословение. И у одного из членов нашей команды такой полигон нашелся. Это была заброшенная военная часть, которая стояла на балансе. А батя этого сокомандника как раз-таки отвечал за эту военную часть. И он отдал ее под нас. По факту мы стали там охранниками, которые следили за порядком, но могли делать, что захотим. Там было электричество. Там была вода. Естественно, приехав на полигон, мы оценили масштабы, мы оценили его крутость и поняли, что вот то, что мы искали столько лет. Первым делом мы пригласили на этот полигон всех друзей и провели небольшую игру. Это было что-то на уровне воскрески. И после этого мы ввели достаточно жесткие правила. Вход по пропускам. Те люди, которые регулярно приезжали и помогали нам облагораживать полигон и отстраивать его, имели постоянный пропуск на все игры. А все последующие игры на этом полигоне были полностью закрытыми только для наших друзей и близких. И это не мешало собираться на этом полигоне по 100-200 человек каждую неделю. Здание, которое было у ворот части, при этом ворота были на нашем замке, было подключено к электричеству. И было решено сделать это штабом. Там мы распределили все команды по комнатам. Каждая комната была отведена определенной команде. И эта команда закрывала эту комнату на замок. Даже люди там что-то оставляли, какие-то свои личные вещи. А кто-то со временем буквально жил на этом полигоне чуть ли не на постоянке. В этом штабе был даже большой брифинг-рум с огромным столом и кучей стульев, где мы проводили определенные собрания с лидерами команд и обсуждали планы как на полигон, так и на будущие проекты. В этом же зале, кстати, обсуждались некоторые конфликты, которые периодически происходили. И вот такой совет старейшин там это все дело разруливал. Этот полигон, который я назвал «Далекая радуга», стал для нас новым домом. Там мы были каждые выходные, а периодически и на буднях. Там я красил свою машину в одном из ангаров. Там мы проводили невероятно много времени. И это было, наверное, лучшее мое время в страйкболе, которое я вспоминаю с теплотой до сих пор. Практически каждую неделю я организовывал достаточно сложные ролевки с интересным сюжетом. И на них приезжало по-настоящему много людей. И что самое важное, все эти люди были довольны. Да, у нас бывали и дрищи. Да, у нас бывали и невероятные реконы. Самое важное, что собирало всех этих людей вместе, это невероятно крутой полигон. Который, помимо всего прочего, еще и является практически официальным. Мы закрывали ворота на замок, когда все машины заезжали. И то, что мы творим внутри, было только нашим делом. Никто не мог прийти и нам помешать. Однако, это не мешало людям из соседнего поселка буквально грабить наш полигон. Нам срывали замки, пару раз грабили штаб. А мы с каждым разом все усиливали защиту. Ставили новые замки, ставили решетки на окна. Проще говоря, у нас была война с местными, помимо еще страйкбольной жизни. И это добавляло этой эпохе невероятного колорита. Никогда прежде и никогда в будущем у меня больше не было настолько крутого полигона, который позволял бы воплощать все мечты, которые у меня были. Именно поэтому после потери Далекой Радуги, о которой расскажу чуть позже, я никогда больше не организовывал игры, несмотря на то, что хотел. Просто потому, что негде. Ну серьезно, куда ты пойдешь, чтобы организовать нормальную страйкбольную игру? Надо найти полигон, нужно договориться насчет этого полигона, нужно снова собирать всех людей. Пару лет после Радуги еще все были готовы ездить на любой мой проект. А потом все как-то разбежались, разошлись. Кто куда, кто-то ушел из страйкбола, кто-то просто ушел играть на другие площадки. И весь наш состав, который играл на этом полигоне, немножечко потерялся. Да, несложно будет его собрать. Я давно, давно, очень давно, с тех пор думаю о том, чтобы как-нибудь организовать игру. И с тех пор ни разу этого не сделал. Что же касается моей снаряги и приводов, это был рассвет моего рекона. Не, проходите. Ролик записываю. Ну давай, давай. Я думаю, может мешай, или нет? Не, не, проходите. Что же касается моего снаряжения и оружия на тот период, это был рассвет моего рекона. Я с огромной скоростью менял разное снаряжение, покупал новое, продавал старое и пробовал все подряд. Не проходило и пары месяцев со снаряжением, как я продавал все и смотрел на новый образ. Все это было, разумеется, в пределах российского спецназа, но тем не менее, это всегда был какой-то новый образ. Мне надоедал старый, буквально вот только я собрал, только я закупил всю снарягу и такой, да не, надоело, давай следующее. Продавал все и покупал новое. Это был невероятно дикий период. То есть количество денег, которые я на это сливал, да я всю зарплату на это сливал, серьезно, вот всю зарплату я сливал только на это. Я больше ни на что не тратился. Ну, немножечко на ремонт своей машины, но это не в счет. Все остальное я сливал только на снаряжение и оружие. Приводов за то время у меня тоже сменилось великое множество. Я покупал один калаш, продавал, покупал другой калаш, следующий, следующий, следующий калаш. Бесконечное количество калашей. Однажды у меня даже был первый в мире страйкбольный SR2M, который для меня сделал Миша. Причем он сделал его мне за какую-то очень маленькую сумму. Это что-то было 25 тысяч рублей. И это был полностью с нуля им сделанный SR2M. Он, конечно, в этом плане гений. Не сказать, что он был идеально копийный, но, господи, ребят, первый в мире страйкбольный SR2M. И, кстати, тогда же, именно во времена Радуги, я стал всерьез снимать ролики для Ютуба. А поводом для этого послужил конкурс Stitch Profi. И это как раз-таки я оставлю для ролика про историю, с чего начинался мой Ютуб-канал, который однажды обязательно сделал. Если ты такое хочешь, напиши об этом в комментарии, чтобы я знал, что тебе такое надо. Сам по себе полигон Радуга, как и вся эта эпоха, просуществовали всего несколько лет. В 2014 году приехал депутат и сказал, что он выкупает эту часть и построит на ней дачи. А, соответственно, мы пошли-ка мы в жопу. Часть сняли с баланса и нас выгнали с полигона. И на тот момент это был буквально удар ниже пояса. Это был удар по яйцам. Удар по яйцам кувалдой несколько раз. Потому что мы к такому были абсолютно не готовы. Все то, что мы строили два года, все наши старания, усилия, просто были смыты в унитаз в один миг. Мы собрали свои вещи, позвали людей, у которых в штабе тоже хранились вещи. Помогли вывезти вещи тем, кто не мог приехать. И закрыли для себя этот этап. Забыв его навсегда. Я с тех пор никогда не был на Радуге. И даже не знаю, есть ли это место сейчас. Или там сейчас стоят какие-то коттеджи. Знаете, вспоминая об этом, мне и сейчас грустно. Серьезно. Блин. Это было великолепное время. Когда Радуги не стало, не стало и нашей команды Эдельвейса. По крайней мере, в том виде, в котором он существовал. Между мной и Мишей случился конфликт. Мы не поделили образ моделирования. Я хотел уже моделировать более современное ФСБ. А Миша хотел реконить вот олд-тему, которой я в итоге все равно вернулся, блин. Мы знатно пострались и разошлись. Миша сам хоть и не хотел больше ничего делать по страйкболу, но название команды мне отдавать тоже не захотел. А потому те, кто ушли вместе со мной, стали называться КСН. Ну, знаете, как ЦСН, только КСН. И как только мы отделились и взяли направление на современный образ моделирования, мы решили не только ездить на страйкбольные проекты как таковые, но еще и очень плотно тренироваться. Мы по факту стали на тренировке ездить гораздо больше, чем на страйкбольные проекты. То есть мы приезжали на определенный полигон и жестко тренили там только своей командой. Отрабатывали сложные взаимодействия и ситуации. И это нам заменило полноценно страйкбольные игры. На страйкбол раз в месяц мы, конечно, могли скататься, но нашей главной целью были тренировки. Мы постигали штурмальп, мы постигали работу со щитом, мы постигали работу в группах. Не просто как вот на игре все ломятся скопом, а мы именно слаживали нашу команду. И в какой-то момент я посчитал, что по Питеру разбросана целая куча команд, которые плюс-минус стараются реконить ЦСН или другие российские спецподразделения. И все они очень и очень разрознены. Они вообще практически никак не связаны между собой. И у меня зародилась невероятная идея объединить все эти команды. Естественно, если бы я просто стал звать людей, вступайте в мою команду, забейте на свою, никто бы не согласился. Там везде были свои мини-сообщества. Поэтому у меня в голове родилась гениальная мысль, которая потом действительно выгорела. Идея была в том, чтобы не переманивать к себе людей, а объединить все вот эти страйкбольные команды в единый большой блок. На тот момент я уже помирился с Мишей, Миша отдал мне название команды Эдельвейс, а собственно КСН остался не у дел. Точнее, название КСН осталось не у дел. И у меня родилась гениальная мысль. Я позвал всех командиров команд на то, чтобы встретиться и обсудить интересное предложение. Идея заключалась в следующем. Мы объединяемся в один большой блок. Каждая команда остается самобытной. Каждая команда делает то, что ей вздумается. Но все мы подписываемся на некую взаимопомощь, на совместные тренировки. И соответственно, если мы едем на какой-то большой проект, а народу не набирается, мы просто зовем членов блока и едем как будто бы одна команда, называясь просто КСН. Разумеется, на это люди согласились не сразу, потому что все видели ущемление своих прав и своего командирского эго. Но со временем мы действительно объединились в один большой организм. У нас было самое главное правило, что нету одного командира в блоке. Нет такого, что я лидер всего блока. Правило было простое и самое важное. Если принимается какое-то решение, все должны согласиться. Каждый командир блока в совете КСН должен согласиться с этим решением. Иначе решение не проходит. Даже правовета ни у кого не было. Просто вот или все соглашаются, или это решение мусор. После этого наши тренировки и поездки на игры вышли на совершенно новый уровень. Мы уже тренировались не командой из пяти человек, а блоком человек из двадцати. Все стали большой и дружной семьей, которой нравилось то, что мы делаем. В таком состоянии блок КСН просуществовал очень и очень долго. И номинально он существует до сих пор. Другое дело, что практически все члены блока либо совсем перестали заниматься страйкболом, либо занимаются им очень редко. А половина и вовсе ушла из страйкбола. Поэтому хоть номинально блок КСН и существует, но страйкболом как таковым из этого блока уже мало кто занимается. Но по факту блок в каком-то смысле так и не распался. У нас даже в один момент был филиал в Москве. То есть одна команда из Москвы тоже присоединилась к нашему блоку. И по факту можно было бы расширяться дальше и дальше. Но где-то к 2018 году, к 2017, в принципе люди стали уходить из страйкбола. То есть старички стали уходить. Новых людей особо не приходило на сложное моделирование. То есть все, кто приходили, новички, они делали какую-то свою тему. А вот в сложный рекон приходило все меньше и меньше людей. И даже те люди, которые занимались сложным реконом, они уходили от этого самого рекона в какое-то покемонство, так, чтобы им самим нравилось. И я даже не осуждаю, потому что я сам в итоге к этому пришел. Свои последние годы в страйкболе я ездил только на избранные проекты. И это могло быть буквально несколько раз за год. Все остальное время я ездил на тренировки, страйкбольные соревнования, когда они проходили, или занимался съемками. Мне стали неинтересны большинство игр, потому что страйкбол за вот все эти 12 лет, извините, 14 лет, что я им занимаюсь, очень и очень сильно изменился. Он уже был совершенно не тем, что раньше. И да, я ворчу, как старый дед, разумеется. Но мне уже не нравился тот страйкбол, который я вижу. Поэтому я ехал только на ту игру, которая меня полностью удовлетворяет. Другие же проекты попросту игнорировал. И возвращаясь к вопросу, почему я ушел из страйкбола, я не уходил. Просто я стал очень редко ездить на игры и выбирать их в два раза, да какой в два, в сто раз тщательнее. И несмотря на это, я занимаюсь страйкболом регулярно. Если у тебя появляется вопрос, почему на этом канале нет роликов про страйкбол, все, что я снимаю про страйкбол, я снимаю для канала Airsoft Rus. И там очень много моих роликов про страйк. Если интересно, обязательно посмотри. Но на этом канале я решил сконцентрироваться больше на оружии и снаряжении, потому что к страйкболу огромный негатив. И как бы я не старался исправлять это отношение, то, что люди относятся к страйкболу, как к детской забаве, у меня это сделать не получается. Поэтому было принято решение, то, что страйкбол отдельно, огнестрел отдельно. Иначе люди просто не поймут. Мне писали целую кучу комментов на ролике с огнестрелом. Да ты же страйкболист, ты в этом не понимаешь. Какого хера, будто люди, которые пишут эти комментарии, хоть раз держали ту пушку, на которую я делаю ролик. Страйкбол – это замечательная игра, благодаря которой я познакомился с огромным количеством прекрасных людей, влился в великолепную тусовку и отлично проводил время. Это незабываемый период моей жизни, который для меня очень много значит, и который я бы ни на что не променял. Однако сейчас я очень хочу вернуться в страйкбол, хочу действительно этим летом сделать какой-то интересный проект. Но не знаю, получится ли у меня спустя столько лет сделать что-то толковое. Ты знаете, как режиссер, который ушел, но решил вернуться и снимает какую-то дичь. Поэтому некоторые страхи на эту тему у меня, конечно же, остаются. Вдруг не получится что-то, но я обещаю хотя бы попробовать. Я обещаю что-то сделать. И да, меня часто спрашивают, почему нету продолжения «Эпидемий». Вот была отличная игра «Эпидемия». Почему нету продолжения? Да потому что она скатилась. Мой последний ролик про «Эпидемию», который я снимал в прошлом году, у меня там 5 часов материала и ни одного выстрела нету. Поэтому этот ролик и не вышел. Это вот как раз-таки к вопросу, почему я считаю, что страйкбол сейчас совершенно другой. Раньше в страйкболе были суперсплоченные закрытые сообщества с правом первообладания камуфляжа, где даже такой же камуфляж, как у тебя, никто не может надеть, потому что ты его первым застолбил. Если раньше игры делали энтузиасты, то сейчас их делают барыги. И я очень жду сталкер от поэта, потому что я верю, что такой энтузиаст, как поэт, сможет сделать по-настоящему крутую страйкбольную игру. Да, поэт, я хочу съездить на твой сталкер. Я хочу, чтобы страйкбол стал великим опять. И не нужно считать, что страйкбол полное говно, и сейчас в него нет смысла вливаться. Нет, страйкбол сейчас переживает второе рождение. И именно от нас с вами зависит, возродится ли страйкбол в том виде, каким он был буквально 7 лет назад. Или так и будет на уровне коммерческих проектов и локальных CQB пострелушек. И надо сказать, что я не спорю, что это великолепные CQB пострелушки, великолепный спидсофт и великолепные местечковые ролевки. Хорошие проекты встречаются, их достаточно много в абсолютно разных регионах. Но пойми меня правильно, невозможно вернуть 2007-й, и так же невозможно вернуть 2012-й, который стал для меня золотым годом страйкбола. Вот такая история получилась, дружище. Если тебе нравятся подобные ролики, обязательно напиши мне об этом в комменты. И для того, чтобы YouTube твои комментики видел. И для того, чтобы я понимал, что тебе такое нравится. Тогда я обязательно сниму подобные ролики уже на другие темы. А на этом все. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!